На этот необычный урок пришли даже хронические прогульщики. Еще бы! Преподаватели затянуты в кожу в качестве наглядных пособий мотоциклы, о которых студенты колледжа пока могут только мечтать. Я, скорее всего, спортивный хотел бы себя такой, чтобы можно быстро было ездить, быстро езда нравится. Выбьющее пренебрежение к правилам дорожного движения. И мы пытаемся нанести на ребят, что правила эти написаны кровью, и крови этой пролиты для них написаний очень много. Во всех смыслах убийственная статистика и заставила байкеров и сотрудников ГИБДД в преддверии мотосезона совместно провести неделю безопасности. Каждое восьмое ДТП, каждый десятый погибший, каждый где-то одиннадцатый раненый. То есть потери от использования некачественного, скажем так, или ошибочного использования мототехники достаточно высоки. Армия байкеров растет в геометрической прогрессии. Сегодня в области зарегистрировано более 180 тысяч мотоциклов. Автовладельцам решили об этом напомнить при помощи баннеров. А для самих мотоциклистов организовали первый городской конкурс водительского мастерства. Пулять со светофора по прямой, много ума не надо для этого. А вот действительно, чтобы твоя техника тебя слушалась, это определенный опыт нужен. Самое сложное задание – намедленное вождение. Коллеги снимают перед победителем шлем, а потом передают его в дар для тех, кто не позаботился об экипировке. И зря. На этих кадрах, снятых видеорегистратором, хорошо видно, что если бы не защитный костюм, полет мог закончиться совсем по-другому. Стандартная экипировка байкера – шлем, куртка, перчатки, наколенники и мотоботы. Все это новички зачастую не жалуют. Неудобно, а летом еще и жарко. Однако, по статистике, примерно половина попавших в ДТХ мотоциклистов выживает именно благодаря защитной амуниции. Большая часть собранной экипировки предназначена для подростков-скутеристов. Подарки раздадут в преддверии Дня защиты детей. Дарья Иванова, Роман Серебренников, Приволжское бюро этого центра, Нижний Новгород. Продолжение следует...